Доброе утро, мои дорогие! Горлицы летают. Ой, а меня что-то и Маська сегодня не разбудил рано. В семь часов проснулась. Утро такое хмуроватое, но я думаю разгуляется. Вчера ничего не снимала. Что-то было у меня. Состояние не очень болело. Давление скакануло. Не знаю, может из-за того, что погода немножко поменялась. Морозы ночные отступили. То было минус пять, то прям плюс шесть ночью. И я прям вчера плохо себя чувствовала. Да ещё телефон-то у меня дурной. Никто не звонит, но и не звонит. Ладно, мне тоже как-то не до кого было. А потом телефон лежит перед глазами. Смотрю, Саша моя звонит, а звука нет. Чё такое? Или я случайно нажал, или Маська прыгал. Нажал на что? Он же любитель. Ну, в общем, короче говоря, оказывается, у меня звонков куча огромная. И потом Ирина звонит из Сочи. Что случилось-то, чего, видео нет. Я говорю, ну, чувствую себя плохо. Ой, да, и забыла, девочки. Отправила я две бандерольки. Галя и Раиде. Но забыла квитанции в машине у Толика. Позвонила ему, говорю, Толь. Он говорит, да вот они лежат. Я говорю, слушай, не знаю, как-то я положила их, ну, на бардачок. Хотела убрать сумку и забыла. Так что я у него заберу, вам пришлю эти номера. Вот. Чё-то ещё хотела сказать. Ой, не знаю ещё пока, только проснулась. Ну, сегодня вроде ничего, но не знаю как-то. Я ещё пока не мерила давление. Ну, что сделаешь? Вот такой вот. Кто как называет? Кто серебряный возраст? Кто золотой? Ну, в общем. Ладно, ничего, сейчас будем раскачиваться. Таблеточки выпьем. Всё как положено. В общем, начинаем новый день. А уж что получится из этого, будет видно потом. Сохнет у меня сова уже, наверное, суток-трое. Ну, как-то не удалось. Вот крыло у неё сломалось. Надо вторую заливать. Ой, вот посмотрите, какие подоконники грязные. Маська. Маська тут скачет. Представляете, сколько вот грязи и окна вон все это, лапами вымазаны. Девочки, вот сегодня посмотрела дело чёрной вдовы. Якобы двенадцать человек там, двенадцать мужей грохнула она там вместе со своими дочками. Кто в курсе? Напишите мне, пожалуйста. Галочка живёт в Армавире. Галочка. Напишите, пожалуйста. Ну, или позвони по ватсапу мне. Очень интересно, очередное это дерьмо или на самом деле такая активная дамочка. Я жду. Прямо интересно, потому что, ну, уж очень страшные вещи рассказывают. Сколько лет мы с Алинкой пытались вырастить ёлку тут. Ну, это очень проблематично. Ну, и что? Я вот решила ёлку, которая, собственно, после Алинки я её... Какая у меня сейчас ёлка, правда? Всё, я её поставила на улицу. Пускай под ней растут грибочки. Пусть она тут стоит. Пока я не уеду, если Бог даст. Так что вот так. Начинаю потихоньку, хоть и холодно, разбираться на участке. Ну что, вот такая красота у меня получается. Ой, чего тут, девчонки, только нету. Всё, подняла все свои богачества. Всё тут. И агата, и кораллы, и, господи, и стекло хорошее. Не знаю, вот что за камень. Садолит, что ли? Уже и не помню. В общем, всё тут. Всё тут есть. Ну ладно, ещё часок, наверное, и закончу. Покажу вам. Батюшка мой, дождик пошёл. Мася! Мася! Шляется же где-то, а? Подросток. Машка! Рыбка моя! Давай домой! Ветрище, холод, блин. Гляньте, дождик, видите? Забор мокрый весь. Мася! Вот такой противный, а? Вот характерный. Зови, не зови, потом он приходит такой. Мяу! Тьфу! Мася! Мася! Давай домой, холодно. Зайчик! Зайка моя, давай бегом. Угу. Ори. Ори, не ори. Так, ну что? Вот делаются вот такие элементики. Загибаются колечки. И соединяется это всё. Вот так. Тут самое главное в таких украшениях разнообразие. Чем больше разных элементов, тем интереснее они смотрятся. Так, теперь, что нам надо? Возьмем ещё вот такую. Так. Колечки должны быть, вот как вам объяснить, если это с одной стороны горизонтально колечко, то с другой стороны должно быть вертикально, чтобы это всё не перекручивалось. Вот, надо кусачки новые покупать. Уже не кусают ничего. Вот так потихонечку, потихонечку и собирается украшение. Да, кстати, шапочки на бусины я специально не стала одевать. Здесь очень много фурнитуры. И это получится просто один металл. Где-то добавляю шапочки, а где-то вот в этот раз мне показалось, что оно и так интересно будет смотреться, без этого количества шапочек. Так, ну что ж, потихонечку, потихонечку дело продвигается. Ну что ж, мои дорогие, украшение доделано. Получилось яркое. Здесь у меня вот такая корона. С красным камушком внутри. Можно и покороче. Длиной оно метр тридцать, что-то с лишним даже. Вот так вот может быть. Много разных камней, стекла. Работа проведена хорошая. Вот видите, какая погода сегодня. Облачно, облачно. Ну, двенадцать градусов. Ну, конечно, не чувствуется абсолютно, что это двенадцать градусов. Ну, уже радует. Ладно, мне сегодня звонила Феррая из Казани. Вот как сказать, Феррая, какая погода. Вот вроде бы двенадцать тепла. А совсем не тепло. Или это я уже так акклиматизировалась, что ли, что мне уже, как всем местным, холодно. Не знаю. Надо достригать кусты розовые. Да убирать всё вот это дело безобразие. Да всё вот жду тепла. Когда наступит тепло, будет поздно обрезать. Листья пойдут. Ну, что, мои хорошие, пообрезала я розы все. Ну, не стала я их коротко резать. Потому что в прошлом году я их прям коротко-коротко совсем... Не знаю. Они у меня почему-то третий раз не цвели. Пускай. Здесь тень от них будет лишняя. Они же вырастут высокие. Теперь вот убирать мне. Нарезала. И так было мусору листья. Теперь только убирай, короче говоря. Таскай. Потом вечером буду жечь, когда ветра не будет. С гранатом что-то надо делать. Уж очень он у меня разросшийся. Плодов, конечно, много. Но не все они созревают. Видимо, не хватает у него сил на всех. Надо как-то... Надо, наверное, Витю опять звать. В помощь. Прошло полчаса. Опять все заволакивает. Уже и небушка голубенького не видно. Наверное, дождик пойдет. Вторую сову хочу гипсом залить. Пока у меня белого цемента нету. Попробую гипсом. Сейчас разведу и залью. Он хоть сохнет быстрее. А то у меня та сова, он уже трое суток, четвертые, никак не высохнет. Мне все время так смешно, когда пишут. Ой, какие руки! Маникюр не может сделать. Идите вы со своим маникюром. Меня уже, честно говоря, это мало волнует. Кому я тут нужна? Меня неделями никто не видит, кроме Толика, Вити, ну и жильца моего. А им на мой маникюр. Да и мне тоже. Я другим делом занята. Я делом занята. Ну вот, потихоньку разгребаюсь, убираюсь. Вот здесь вот пытаюсь разобрать. Но ветер... Я туда, оно мне... Оно мне туда. Ну ничего, потихонечку. Особенно торопиться некуда. Так вот потихоньку, потихоньку. Убираю все. Так, ладно, надо пойти поесть. Уж время-то, наверное. Ой. Много я сегодня дел переделала. Но вот все-таки вечером давно хотела сделать с колечками серьги. Сделала вот такие серьги. Что-то захотелось прям такого солнечного. Ну и так, как вот швенза, видите, у меня с темными, с такими камушками. Вот сделала камушек внизу тоже темненький. Вот такой желтенький, с темно-коричневым, с черным. Вот такие вот получились серьги. Сейчас надо печку растопить. Бумаги... Ой, ну чего-то, фокусируйся. Бумаги... Полная печка у меня. Ну и заодно дровишек немножко подкину. Ну, ладно, лапочки мои. Я с вами прощаюсь. Заката сегодня не будет красивого. Ой. Неудобно держу. Вот так телефон как-то содрогается. Все, мои хорошие, давайте пока-пока. Пусть все у вас будет хорошо. Ой, девчонки, какая все-таки прелесть печка. Пусть даже такая, какая у меня. Но я... Мы, собственно, почему купили вот такие печки? Только из-за того, что это открытый огонь. Ой, такое чудо. Ну, она, конечно, чугунная, как буржуйка. Не особо там... Ну, через полтора часа она остывает. Но вот сам кайф. Такая прелесть. Вообще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...